Здравствуйте! Вы смотрите программу специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Наталья Шмелева, начальник отдела по туризму администрации Одинцовского городского округа. Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, Мария! Очень рада вас видеть в нашей студии. Поздравляем со всеми наступившими праздниками. Спасибо. 2021 год был очень насыщенным для сферы туризма. Несмотря на пандемию, несмотря на ограничения, все-таки работа не останавливалась ни на минуту. Давайте сегодня подведем итоги 2021 года. Ну и, конечно, хочется, чтобы вы поделились планами на 2022, потому что эта сфера сейчас активно развивается, к ней очень много интереса и со стороны жителей, и со стороны гостей Подмосковья, в частности Одинцовского округа. Туризм у нас сейчас действительно самая динамичная структура, которая развивается не только у нас, но и по всей стране. Поэтому, конечно, Одинцовский округ, как одна из приоритетных территорий Московской области, тоже находится в тренде. И мы пытаемся сделать здесь все мероприятия, которые проходят у нас в Московской области. И также делаем свои проекты, которые порадуют и туристов, и наших жителей. Турпоток у нас приличный. За этот год свыше 4 миллионов. Только за одни наши зимние праздники составило где-то порядка 428 тысяч. Огромное количество мероприятий, которые видели все наши жители. Могли приехать туристы, в первую очередь, из Москвы, в наши парки, на наши территории. Самое, наверное, вот такое интересное, да, то, что у нас происходит. Мы постоянно находимся в вечном движении, в поиске новых точек притяжения, которые бы порадовали и жителей, и туристов. Что нового появилось за 2021 год? Ну, 2001 год, конечно, это год такой тоже сложен, да, по сравнению с предыдущим годом. Может быть, чуть полегче. Но развитие внутреннего туризма, оно все равно происходит. И мы рады, что у нас открывается много локаций, которые можно посещать даже, когда ковидные такие ограничения идут. Да, поэтому все мероприятия в основном проходили в парках, на открытом воздухе. И, в частности, вот у нас фестивали проходили в Звенигры. Да, это фестиваль «Звенящая струна», фестиваль «Гостеприимный Звенигры». То есть мы продолжаем жить в том же духе, но уже в новых, как бы, вот таких реалиях. Мы уже к ним приспособились и стараемся тоже радовать всех наших жителей новыми интересными проектами. Что у жителей и гостей Одинцовского округа пользуется спросом? Какое из направлений туризма? Ну, вы знаете, здесь так вот сразу, наверное, не скажешь. Кому-то нравятся наши прекрасные рекреационные зоны в парках, да, где много разнообразных активностей. Кто-то предпочитает все-таки индивидуальный туризм и приехать в наши музеи, которые всегда насыщены какими-то новыми экспозициями, интересными экскурсиями и как семейными, и, допустим, там, для детей индивидуальными. Поэтому вот на любой вкус цвет есть у нас тот тур-продукт, который востребован сейчас вообще по всей Московской области. Ну и гастрономические туры тоже пользуются особой популярностью. И ярмарки в Звенигородске тому прямое подтверждение. Ну, из Звенигородске в Одинцово ярмарки есть, да, это совместные, как бы, такие работы вообще со всеми структурами администрации, которые делают мероприятия, которые востребованы среди туристов и жителей. Поэтому, конечно, гастрономические фестивали, они в первую очередь должны насыщенно быть и культурной программой, и такими активностями, где можно сделать какие-то мастер-классы, где можно что-то попробовать. А в этот раз у нас фестиваль гостеприим из Звенигород. Мы пытались привлечь, у нас новая локация открылась, да, после реконструкции вот на улице Ленина в городе Звенигороде. И у нас появились там специальные такие домики, где можно было, они отапливаемые, где можно было с детьми абсолютно бесплатно в течение недели приходить с 11 до 7 вечера и наслаждаться мастер-классами от хороших мастеров, которые профессионалы своего дела. И все эти вот подделки, игрушки можно было еще и с собой взять и что-то, конечно, купить, чему-то научиться. Поэтому очень большая благодарность была от жителей. Мы как бы даже не думали, что будет такой резонанс и такое количество посетителей свыше 4 тысяч у нас было. И, конечно, все очень порадовались тому, что ребенок может что-то научиться в такие дни, да, когда как бы все семьями гуляют в тот момент, пока родители делали красивые фотографии, потому что у нас там тоже очень хорошая иллюминация была сделана, новые инсталляции поставлены. Ребенок мог спокойно в течение часа заниматься с мастером и через час буквально у него уже что-то в руках было такое интересное. Вот то, что касается мастер-классов, их сейчас на нашей территории проводится достаточное количество и очень интересные мастер-классы именно с профессионалами. То есть, если мы говорим, открывается выставка в Звенигороде, да, то знаменитые художники, в том числе, преподают для всех желающих. Если сейчас в тренде пельмени, то, опять же, эксперты, да, преподают это в колледже и это становится, с одной стороны, обучением, с другой стороны, популяризацией. Определенные. Вот как удается реализовывать вот такие проекты? Ну, вы понимаете, что такие проекты должны быть в виде синергии, когда есть несколько представителей туриндустрии и пытаешься сделать что-то совместное, большое, красивое, командная работа, тогда это получается действительно интересный проект. Вот сейчас мы совместно с нашим колледжем, Красногорским филиалом колледжа гостеприимства, пытались вот сделать такой проект, когда приглашали на их площадки профессиональных поваров, и они показывали какие-то свои вот такие интересные моменты, да, вживую уже непосредственно с ребятами, делали какой-то мастер-класс такой, что можно было и посмотреть, тут же самим это сделать, ну, естественно, попробовать. Поэтому, конечно, это все интересно, и такая синергия непосредственно со студентами, мы будем это все продолжать. У нас дальше в проекте мастер-класс от ассоциации уже хлебопеков, да, мы будем делать какой-то такой мастер-класс по, наверное, выпечке, по кондитерскому мастерству, для того, чтобы дальше ребят сподвигнуть на то, чтобы они сделали какие-то гастробренды, которые были бы вот таким флагманом нашего округа. То есть мы могли бы при наличии таких гастробрендов, мы могли бы участвовать уже в всероссийском конкурсе «Вкусы России», говорить, что, да, вот на нашей базе, да, вот этого колледжа, где у нас профессиональные повара, кондитеры, мы выпускаем свой гастробренд, который можно масштабировать не только там на округ, на область, но и дальше. Поэтому это здорово, когда на территории есть огромный туристический такой потенциал и в плане даже кадров, потому что кадры, они, конечно, решают все. В этом плане нам безумно, я считаю, что повезло, потому что у нас есть и среднее образование, она профессиональная, и у нас есть институт, который готовит экскурсоводов, что тоже сейчас очень интересно и важно, мы тоже с ними делаем какие-то проекты, то есть это здорово, когда есть большая хорошая сила. А я сейчас предлагаю посмотреть мастер-класс по приготовлению пельменей, он получился очень душевным. Да, отлично. Пельмени из четырех видов фарша за час легко. Олег Карабань – настоящий профессионал. Мастерство в кулинарном деле накапливал годами путем проб, ошибок, экспериментов и постоянного обучения. Теперь своими секретами от души делится с молодым поколением. 50% успеха – это все-таки продукт. Дальше остальное, 35% – это навыки и техника. А какие-то 10 или 15% – это ваши какие-то добавленные специи, либо какое-то украшение, декорирование. То есть в первую очередь нужно понимать технику. Пожалуй, нет ничего более родного, чем пельмени. Все начинается с теста. Яйца, мука, вода, соль лучше поваренная. Хорошо вымесить и дать настояться. Вот оно как бы липкое, оно собирается. То есть вы пробивали его до такой степени, пока он начнет собираться в такие комки. Уже можем, да, вымесить его, вымесить и раскатать, и сделать пельмень. А с начинкой можно поэкспериментировать. Рыба, курица, говядина, утка. Главное – соблюдать пропорции и следовать проверенным правилам. Лук измельчаем только на терке или вручную. Чеснок взбиваем с подсолнечным маслом. Обязательно добавляем в фарш немного воды. Итак, раскатали тесто, как правильно прятать туда мясо. Давайте ложить небольшое количество начинки. Да, вполне достаточно. В середину. Начинайте, да, в середину. Начинайте с середины. Собирайте. Варим и можно пробовать. Мастерство повара и старания ребят оценили члена Одинцовского клуба «Активное долголетие». Провели дегустацию пельмешек. А для студентов колледжа других курсов велась прямая трансляция урока. Важно было показать ребятам, что современный повар – это не просто повар. Это специалист высочайшего класса, химик, физик, художник, творец, кто угодно. И в том числе повар. Поэтому на этом мастер-классе наши ребята увидели, какие могут быть пельмени, в чем их секреты, в чем их тонкости, в чем нюансы. Нам важно, чтобы наши ребята, наши выпускники, выходя из стен нашего колледжа, умели делать блюда от простого к сложному. А профессиональные кадры – залог успеха в любом деле. Для развития нашего округа, как туристического региона и направления гастротуризм, в том числе, они крайне необходимы. Самая главная, наверное, цель всего – это сделать свои гастробренды, которые помогут продвигать регион. Можно будет с ними участвовать в всероссийских конкурсах, такие как «Вкусы России». И достойно представлять уже на всех этих проектах, да, с позицию и студенческую, и самого колледжа. Организаторы говорят – это только начало. Такие неформальные уроки с настоящими профессионалами проведут еще не раз. 2021 год был во многом успешным для сферы туризма нашего округа. Расскажите о тех наградах, победах, которые удалось привести на территорию, ну и, конечно же, интересных мероприятиях, которые прошли на всероссийском уровне, в которых наши специалисты принимали самое активное участие. Ну, мы стараемся, конечно, принимать участие во многих конкурсах и также всероссийского масштаба, да, у нас вот конкурс «Мастера гостеприимства», мы дошли до полуфинала. У нас лучший, как бы, конкурс на лучший специалист в области туриндустрии – это и повара, и гостиничное дело, тоже наши коллективные средства размещения получили свои награды. Это очень интересно, это мотивирует, а также повышает все равно узнаваемость региона, узнаваемость нашего округа. Поэтому это, конечно, очень важно. Мы трепетно всегда к этому относимся, потому что бизнес, он всегда занят, и некогда, нужно же заполнять огромное количество документов, просить делать ролики. Поэтому вот у нас специально в отделе есть такая функция у сотрудника, который вот следит и помогает, да, и документально помогает. И дальше для того, чтобы мы все-таки были вот в топе приоритетных территорий. Потому что, ну, это хорошо, это интересно, такое соревновательное движение. Если говорить о планах и перспективах, что в ближайшее время хочется развивать? Ну, планы, конечно, всегда большие, грандиозные, хочется больших проектов. Сейчас мы вот начинаем проект, я надеюсь, что все получится, у нас туристический код города, да, это такой федеральный проект, совместно с Министерством туризма мы это будем делать. А что это за проект? Ну, это проект, когда разрабатывается специальный туристический код города, который будет брендирован, и также узнаваемость этого города, и это будет как такая визитная карточка туристическая. Сейчас это мы все прекрасно понимаем, Коломна, Серпухов, да, оно имеет как бы свое такое лицо, свои вывески, свои какие-то такие пиктограммы, которые как бы указывают путеводители, да, что вот это такой город очень интересный для туриста. Вот нам тоже хочется, чтобы у нас есть как бы такая жемчужина, да, у нас есть жемчужина нашего города Ценигород, кстати, вот в этом году 870 лет будет, поэтому, конечно, хочется больше внимания, и все-таки вот в рамках такого празднества сделать проект, который еще больше, наверное, усилит этот эффект, и принесет какую-то такую интересную вообще форму и узнаваемость самого города. Ну, и в первую очередь, конечно, я думаю, что жители тоже будут рады, что город звенит, да, как изначально в названии этого говорится. Потом, что еще хотелось бы, конечно, развивать, наверное, уже ближе там к лету, уже сейчас думаем про то, что у нас оно будет, веломаршруты, да, такие активности, каяки, которые у нас тоже есть на территории, есть как бы компании, которые очень тоже пользуются с популярностью, такие активные виды спорта. Еще, конечно, хочется новых маршрутов, то есть они должны быть новые, наверное, упакованные немножко по-другому, да, мы как бы следим за тем, что сейчас в тренде, помимо того, что индивидуальный турист, он очень требовательный, но еще и требования у туриста, в первую очередь, к качеству продукта. То есть что-то должно быть такой изюминкой, ради чего человек, допустим, даже из Москвы вместе с семьей приедет именно к нам, именно к нам в округ, то, что у него там вот в Москве такого нет. Поэтому конкуренция достаточно большая, и приходится как бы придумывать, да, то, чтобы завлекло таких туристов. Ну и, конечно, в первую очередь еще это развитие детского туризма, потому что это сейчас тоже очень актуально, большая идет федеральная программа, большая региональная программа, а вот буквально там с мая запускается специальный сертификат по Московской области, где свыше 150 маршрутов будет для детей, и по этому сертификату ребенок может выбрать себе любую поездку не менее 24 часов по Московской области, что будет включать в себя и экскурсию, и проживание, и питание. То есть вот это такой, знаете, ну, как бы аналог пушкинской карты, да, но вот теперь это более глобальная такая вещь. А стоимость этой программы, где-то, пример, сертификат, если так, в денежном эквиваленте, это там где-то около 7 тысяч. Вот, поэтому мы тоже подготовили свои маршруты. Также в эти 150 маршрутов в Московской области входят и наши маршруты. Поэтому мы надеемся, что как раз вот это тоже к маю запустится уже по всей области, и мы тоже будем в этой программе. Если говорить о медицинском туризме, есть ли потенциал у округа, и планируете ли вы развивать эту сторону? Ну, конечно, да. Нам, наверное, тоже, опять же, очень повезло, потому что помимо того, что у нас свыше 50 коллективных средств размещения, гостиницы, хостел и так далее, еще есть и пансионаты, и санатории. То есть с большим, большим медицинским потенциалом. То, что у нас в наших санаториях развиты уже программы реабилитационные после ковида, это уже очевидная вещь, этим всем пользуются. Но, конечно, у нас еще и большая лечебная база, потому что другие болезни тоже никто не отменял. Поэтому, в первую очередь, допустим, реабилитация после травм, какие-то осложнения бронхолевочной системы. То есть все это есть. И это здорово, что не нужно никуда ездить, потому что здесь все это будет намного качественнее. Это близко, это удобно. И также здесь можно будет даже получить бесплатные путевки через наш фонд социального страхования. То есть тоже такие продукты они будут и на коммерческой основе, и те, которые положены всем же детям-инвалидам. Наталья, что бы Вы пожелали всем нашим телезрителям? Приезжать к нам, свои выходные планировать интересно, и для этого у нас в нашем округе есть все. На любой вкус, на любой заказ все есть. Спасибо огромное за интервью. Действительно, сейчас жизнь культурная, туристическая, спортивная кипит в нашем округе. И мне кажется, совершенно не нужно далеко куда-то ехать. Можно прекрасно провести время всей семьей в Одинцовском городском округе и получить просто колоссальное удовольствие. Комфортные зоны, прекрасные мероприятия. Чувствуется, что сделаны и профессионально, и с душой. Всех ждем. Спасибо вам. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.